Наши многие сограждане говорят, как же так, смотрите какой ужас, в Крыму там чего-то взорвали, подожгли, Белгородщина, Курская область, еще, ребята, у нас идет война. Друзья, всем привет, ну что, скоро в Белгороде откроются много новых швейных фабрик, ведь там так много бавовны, ну просто бавовны завались, можно открывать производство и шить саваны, и в них уже ползти куда нужно. В общем, сейчас мы поговорим о просто беспрецедентных атаках ЗСУ по объектах в тылу врага и массовой бавовне вчера вечером и этой ночью, о том, при чем здесь встреча Зеленского с Эрдоганом, ну и о том, как на это отреагировала пропаганда. Гиркин назвал это разведкой боем, а Скобеева сказала, что она знает, что обсуждали Зеленский с Эрдоганом. В общем, сейчас будет очень интересно, друзья, вы подпишитесь на канал, сейчас это особенно важно, для меня масштабная атака российских ботов, фейсбук временно у меня заблокирован, здесь на ютюбе тоже из-за их атаки снижается количество просмотров, в общем, помогите прорвать эту блокаду, реально, нужна ваша помощь. Итак, поехали. Этой ночью вчера вечером масштабные атаки, много бавовны. Начнем с Белгородской области, там пропагандисты рассказали, там пошли вечером взрывы, детонации. Пропагандисты сказали, что это фабрика шоколад горит. Ну, я не знаю, что это за шоколад такой, который так детонирует. Наверное, нам такие шоколадки тоже очень нужны, это какие-то очень специальные, очень правильные шоколадки. Я сейчас хочу, чтобы вы посмотрели на эти взрывы, ну, понятно, что горит склад боеприпасов, это очевидно. А также удар по аэродрому в городе Старый Оскол, посмотрите. Ну, а в то время, пока бавовна буйным цветом свела в Белгородской области, в Крыму тоже было весело. И как помните, когда были саки, я говорил, Керченский мост и Бельбек приготовятся. Тогда многие не поверили. Ну, что, все так и оказалось, уже работало этим вечером ночью ПВО возле Керченского моста, буквально совсем рядом, и на аэродроме Бельбек. Ну, Керченский мост, это, понятно, вообще фетиш для Путина, но аэродром Бельбек это главный военный аэродром Крыма, который имеет огромное стратегическое значение. Кроме обычных самолетов, там садятся вот эти стратегические Ту-160, 95-й, с которых выпускают ракеты по Украине. Ну, в общем, это действительно серьезнейший военный объект, но и символическое очень имеет значение. Помните, именно в Бельбеке в 2014 году полковник Юли Мамчур со служивцами без оружия в руках, а с флагами, с гимном Украины пошел против вооруженных зеленых человечков. Они стреляли в воздух, стреляли в ноги, чтобы их остановить. Ну, это на самом деле эпическое видео, и стало таким символом украинского сопротивления тогда. Ну, вот сейчас мы уже с оружием в руках, слава богу, и показываем им и Бельбеку дальше приготовиться. Недаром мы встречались с Беном Уоллесом, знаете, эту тему безумную пропагандистов. В общем, но явно, что не зря. Дальше идемте. Ну, и, конечно, это все вызвало какую-то колоссальную истерику у них у всех. Гиркин сказал, что это еще не атака на Крым, но разведка боем. И все, и сказал, что это, собственно говоря, ответ Украины, что Украина отказывается от переговоров и будет воевать. Ну, и Скобеева тоже это все связало с переговорами Эрдогана с Зеленским. Потому что как раз в эти минуты они закончились. Ну, очевидно, что Эрдоган хочет выступить в роли такой щелночной дипломатии и привез определенные предложения Украине. И вот Скобеева озвучила эти предложения таким образом, что за спокойствие Путин хочет Запорожскую, Николаевскую и Одесскую области. Послушайте этих безумцев. Эрдоган летит во Львов, чтобы склонить Зеленского к миру и передать одно единственное условие от Путина. Полного перехода Запорожской, Николаевской и Одесской областей под контроль России. Если ультиматум будет отвергнут, Зеленского ждет что-то очень неприятное. Накануне в офисе президента Турции также заявили, что во время трансторонней встреч во Львове будут обсуждаться шаги, которые могут быть предприняты для прекращения боевых действий, как было заявлено дипломатическим путем. Что бы это ни знать. Я, ну конечно, я вот в Одессе, еду по Одессе, подполковник Скобеева, и могу сказать тебе хер вам, а не Одесса и Одесская область, да и, понятно, и Николаевская, и Запорожская туда же. Никто вам ничего не отдаст. Но могу подтвердить, что действительно предложение определенный привез Эрдоган и обсуждал. Собственно говоря, предложение звучит приблизительно следующим образом. Я не могу вам все детали раскрывать, но типа вот давайте все сейчас остановимся, как есть. Вот давайте сейчас перемирие, вот остановимся так, как вот на тех позициях, которые есть. Конечно, это никто не принял, и Путину нечего ждать хороших новостей от Эрдогана, потому что, конечно, такое предложение абсолютно неприемлемо для Украины. И Зеленский на пресс-конференции после сказал, что переговоры будут тогда, когда Россия выведет свои войска. В общем, две жесткие позиции заявлены, и это, собственно говоря, ответ, который самый правильный, ответ для всех, который может быть. Ну и хочу напомнить вам, что Россия говорила, что все вот Крым, это красная линия. Вот если только до Крыма, ой-ой-ой, будет судный день, говорил Медведев, и пока только судный день наступил для них. Атаки идут одна за одной, а они ничего сделать не могут большего. Они делают, они воюют против нас, убивают нас, но они и так уже по максимуму запустили свою машину. Все эти судные дни, это пустая угроза. С Медведева уже смеется, это же предатель царев. Постят, типа, что же это дурачок такой. Но это были они оба дурачки, и обоим сидеть в одной камере, это понятно. Но ничего они большего сделать не могут, чем то, что они уже делают. И это нужно абсолютно четко вам, друзья, понимать, и нам всем понимать. Поэтому вот эти все их пугалки никому не нужны. Ну и теперь, они столько рассказывали про судный день людям, что значит этого не будет. А когда у них все поплыло, то они говорили, НАТО вступление, это красная линия. Он Финляндия со Швецией вступает. Ну, они говорят уже, это не страшно. Вот Финляндия, Швеция, это не страшно. Теперь следующая была красная линия атаки в Крыму. Тоже есть атаки, ну тоже такое, проглатывают. И сейчас и рассказывают людям, ну что вы хотели, война? Хочу, чтобы вы посмотрели кусочек с пропагандистского ТВ, как они объясняют, что ну вот война, что сделаешь? Наши многие сограждане говорят, как же так, смотрите, какой ужас. В Крыму там чего-то взорвали, подожгли. Белгородщина, Курская область, еще. Ребята, у нас идет война. Хватит вот это вот сидеть, говорить мы в тылу, играем в бирюльки. Мы должны понимать, что война идет всерьез. Просто потому, что нету в нашей стране больше глубокого тыла. По нашей стране бродят наши сограждане. Военнослужащие предатели. Граждане Российской Федерации, которые вступают через интернет во всякие патриотические украинские группы. Ну вот так они говорят теперь людям. Ну потому что на самом деле все у них работает на блефе. Не только на блефе, они действительно могут и убивать, и нападать. Но они понимают язык только силы. Только силы. Поэтому если мы хотим даже о чем-то с ними говорить, а переговоры вполне можно вести, я хочу подчеркнуть это. Ничего страшного в самом факте ведения переговоров нет. Но на переговоры с ними нужно заходить с позиции силы, бомбя их. И тогда может быть какой-то приемлемый результат. А в другом любом случае с ними даже не о чем говорить. Это бесполезно. Пока они не почувствуют силу, они ничего, ни на что, ни на какие уступки, ни на что идти не будут. А вот свои требования, что оставьте все как есть, я вам сказал уже, куда им засунуть. Друзья, еще раз помогите мне отбиться от этой атаки ботов. Держим строй, важные новости. И только что вы узнали эксклюзив о том, что было вчера на переговорах.